привет друзья с вами алекс и мы продолжаем играть в за криво у нас сегодня будет очередной автомобиль новый давайте посмотрим что это у нас будет а у нас будет lamborghini aventador самый дорогой автомобиль который у нас еще не куплен потому что все остальные куплены как всегда да на уменьшение цены у нас идет и так стоит 400 тысяч мы естественно сейчас купим зарядим протестируем все как надо просто все есть bentley mercedes lamborghini даже то у рек вроде бы там стоял так ковинтадор 700 лошадок крутящий момент 690 полный привод так максималка 350 и вес полторы тонны разгон 2 и 9 мерсик bentley ford так а что еще есть это у нас куплено то рек тоже куплен но мы к ним еще вернемся это все еще впереди так но у нас сегодня aventador видите купить эту машину не проводя пробный заезд думаю да 396 900 долларов так мелочат сюда 900 долларов еще сделали в 999 скидочка 1 доллар так у нас открылась комплектация я не знаю сейчас а мы в гараже окей ладно давайте тогда сразу выберем мы суперкар комплектации мы отправим ее на тюнинг в нашем гаражике то что машина подергивается это как всегда пинг на нем и не обращаю внимание такой звук рокот какой-то это наверно от форда мустанга который там стоял у нас в ваража так уровень 20 самый дешевый покупаем потому что все равно будем заряжать надеюсь уродство какое-нибудь нам не сделают диски это отдельная тема честно как он сейчас выглядит мне не нравится так кстати вот эти вот крыло крыло над фарами оно очень даже похоже такое ощущение будто скопировали просто у феррари потому что это прикол феррари такое делать так преск турбо движок крутой да смотрите дросселя стоят в 12 охренеть ого какой выхлоп так я уже не помню сколько у нас там должно быть 1280 чем-то наверно так тормоза диски тормозные просто смотрите какой размер они впритык под наши диски посмотрите они не влазят там сколько там наверно сантиметр от тормозных дисков до дисков обычных так странно выглядит так дифференциал и уменьшение веса вроде бы все да наверное да нет подвеска тормоза перед тормозами что шины я купил надо значит все так внешний вид давать мы над ним поработаем передний бампер так стоп я хочу сначала поменять крылья потому что они мне ни черта не нравятся их менять нельзя очень плохо очень размер так диски нужен завод на завод заводские диски гонки бездорог ужас ретро экзотика и а почему нету шоссе так а там что на гонки да так но гонки оставить не хочу не слишком спортивные диски я хочу какой-нибудь шоссе в обратную сторону листать нельзя давайте в самый конец пролистаю может там что-нибудь будет интересное о так 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 давайте назад на что-то было неплохое вот они а черные есть такие я хотел бы такие черные поставить хром но эти хром хотя бы поставим потому что они мне в принципе нравится не просто подходит под нашу ламбу и неплохо смотрится зеркала потом капот потом так бампер передний передний бампер изменились фары изменились фары хорошо так обычный бампер карбон карбон что даже сразу разницы не заметил так неплохо ухты среди тоже неплохо агрессивный такой но я думаю будем делать агрессивный почему потому что потому что у нас такие крылья что в любом случае он должен выглядеть у нас на агрессивно наш автомобиль так задний бампер задний бампер вообще какой-то унылый к следу троечка крутой нет полностью карбоновая не хочу а так семерка вообще крутяк кстати сзади смотрятся фары лучше карбоновая так семерка ставим на спереди восьмерка стоит да ну потому что фары не карбоновая спереди карбоновая фара я не хочу пороги карбоновый и обычный но естественно это будет карбоновый порог так цвет наклейки салон давайте салон поставим какой-нибудь просто темненький белая строчка думаю подойдет машина у нас скорее всего будет черного цвета поэтому особо тут мы не разгонимся вот такой вот серенький давайте сделаем или нет не хочу серый алюминий там он и так серый комбинированный углепластик углепластик если честно надоел давайте лучше комбинированный алюминий ох коричневая сиденье вообще супер так предмет приезд задний есть крылья нельзя задние тоже диски есть зеркала наверно ставлю эти они мне нравятся спойлер кстати этот очень крутой но я сейчас посмотрю еще и этот который от завода нам поставили знаете даже не знаю какой выбрать потому что у этого просто дизайн реально крутой он круто смотрится на этот тоже ничего так может поставить этого доскологи охренеть я даже не знал что так можно делать как это сделал что с камерой происходит ребят у меня камера сломалась затем его купим и посмотрим да супер мне нравится так капот капот я забыл нет не хочу не хочу капот будет заводской так все у нас есть остался только цвет и покраска точнее не покраска в общем вы поняли винил оранжевый смотрится очень круто мне нравится не очень белый прикольно тоже так неплохо нет нет вот этот цвет тоже прикольный синий нет черный черный просто супер черный супер давайте черный поставим так на наклейке что-нибудь естественно посмотрим может что-нибудь подойдет животное наверное я не буду ставить даже пробовать так пламя нет растения нет гонки гонки можно посмотреть какое-то все грустное здесь так нет черепа не хочу серфинг нет это ноготь ко всякой хрени можно городские мотивы вот так прикольно гибает колесо и здесь оружие чья-то обман ребята обман смотрите какой здесь гибает колесо полностью а здесь нет вот вам юбисофт кто-то снова скажет ты снова их обосрал нет ребят скоро выходит крутое обновление за что это им очень большой респект если не выпустят нормальным потому что будет дрифт будет драк рейсинг будут бигфуты будут мотоциклы в общем это будет просто жесть какая-то так городские мотивы в общем ничего интересного у нас нету и куча наклейк закрыта потому что они не подходят на этот автомобиль в общем колыма наша будет наверное без ничего просто будет черная так но эти игровые всякие не лепить не будут животное тоже нет ладно так у нас все готово если только диски можно было поставить черный на их красить нельзя поэтому видно не судьба потратили мы целый миллион на автомобиль или около миллиона хотя нет у нас было 7 миллионов с копейками осталось 6 половиной машина стоила 400 тысяч плюс тюнинг но 1200 наверно плюс машина 1600 мы потратили вы звук просто супер так мне нужно будет сравнить базовую модификацию по максимальной скорости естественно по управляемости блин ну так высоко сидим аж непривычно я думал посадка будет гораздо ниже спидометр у нас не работает то есть должно нам показать там где средний тахометр вот возле девятки там белая такая полоска вот там должна быть у нас скорость но юбисофт забил видимо на это а что с графикой неужели она снова изменилась ладно все в порядке как-то игра так странно лучше стала работать сам не знаю почему так где у нас прямая кстати мне кто-то предлагал майами протестить давайте протестим майами только венецианские острова но ребят здесь тут реально мосты поэтому будет очень тяжело и тут просто бешеный трафик идет поэтому будет невероятно сложно лучше протестирует блин даже не знал как сказать протестирую где-то здесь кстати прямая прикольная не всегда хватает этого маршрута но мы еще протестируем какую-нибудь гонки мы зайдем только сначала буду тестировать базовую версию потому что мы не проверяли да но естественно проверю заряжена сейчас у нас будет на очереди базовая чё у нас такие уродские номера 54 79 к пер так база 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 нету 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 марселага не то вот ищи теперь да среди всех машин стриткар какой-то медленнее базовых ну ну в самом низу так база ого знаете кажется что базовая модель гораздо шире этой нашей спортивной ну что ребят смотрим разгон ну разгон у нас был заявлен 2.9 в принципе на глаз будет видно но скорее всего он будет разная максимальная скорость плохо что нету скорости из салона 13.01.2014 прикольно 14.20 так седьмая у нас включилась в воздухе но да в общем суперкар будет быстрее однозначно потому что у нас вот ну может 350 поедет да если разогнать хорошо в воздушном потоке управление такое ну жестковатое видимо чтобы не снесло ее ну дальше смысла нет пробовать ну 340 сейчас даже 350 наверное не пойдет потому что сейчас был воздушный поток и у нас ничего особо не получилось так выберем другую модификацию снова марселага у нас так ламба 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 авентадор есть мне вот этот авентадор без увеса напомнил марселага помню когда был нитворспид 6 он же ход перси 2 когда он только вышел марселага как-то точно так же выглядела какая-то такая оказалась приплюснутая к земле и широкая ну тут видимо из-за бампирована кажется более узкой так ну на максималка разгон конечно видно что намного быстрее базовая конечно медленнее так ну эти ребята мне не дадут повернуть так а седьмое у нас включилось где-то на 300 а тут еще крутит поможем немножечко ну 375 не держит то есть где-то максималка ну в общем километров на 20 максималка как сказать самостоятельная своя максималка без всякого нитра ну километров на 20 больше ну правда разгон немножко быстрее так ну так ну давайте отправимся в какую-нибудь гонку один единственный ствол столб я его сбил так ремонтик не хочу ездить на битой машине и что мы делаем мы открываем карту выбираем какие-нибудь задания что у нас есть для этого класса у нас класс суперкар так 8000 скользить и катиться а это зимняя гонка я не хочу скользить и катиться на этой машине я хочу нормально пролететь американские горки нет так грязь нет головокружения тоже нет может здесь что-то тоже не подходит да что же за дела-то такие есть у нас какая-нибудь короткая гонка вот продолжительность менее 10 минут 8 косарей нам дадут репутация 200 и опыт не платят играть быстрая игра в одиночку быстрая игра я делать не буду потому что ждать участников сессии как всегда долго тут почему-то всегда мало людей играет поезд стоит ух ты противники есть вообще круто было бы если бы к этому обновлению добавили дождь и добавили зеркала потому что без зеркал очень тяжело так ну вваливаем мы боже я же испугался людей и там кто-то врезался давайте наверное из салона прокатимся в принципе вид комфортный только у него кулак на пол экрана настоящий мужик ого так это был дрифт я не знаю как это выглядело снаружи но мы а у меня управление красное стоит блин я думаю почему так дрифтуем а у меня управление красное ладно теперь все ясно пожалуй я поеду снаружи и машина у нас или грязная или ржавая не даю никаких гарантий что я приеду первым потому что управление сложное я на нем очень редко езжу и то только для теста так кажется физика поменялась его не могло так развернуть очень легко стало их разворачивать но может из-за того что управление сложное у них тоже такое же что что это сейчас было вы видели это я ничего не жал это игра сама так ну в принципе если без трафика блин дрифтить на ней можно причем с такой камерой ну конечно по земле хреново идет ах ребята тормознули вы машину так бы я проскочил хорошо ну когда я закладываю в поворот в принципе постепенно начинаю джопу сносить а у меня нитро есть но это все-таки да за счет полного привода она вытягивает но естественно больше привод идет на заднюю ось я не знаю что компьютер вообще делает видимо из-за сложного управления он так ездит я не знаю так один из точек есть из 20 давайте обратно на салон переключимся ну знаете на этой машине в принципе на сложном уровне я бы не сказал что прям так легко но комфортная езда получается относительно других автомобилей того же например 370z моего любимого на нем вообще нереально ездить на этом уровне сложности потому что просто так начинает носить ну конечно задний привод там 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 так опа трафик слегка дал угла и ударился об стенку знаете такое ощущение что я тут уже ездил по этой трассе ну не то что по этой местности именно эту гонку какая-то но слишком знакомая поршик или что это было такой будто старенький там 927 да или какие они там были которые продают по 5 штук баксов ну конечно не знаю сколько в России но у нас в Украине по 5 косарей такие продают бушные от 5 до 10 и максимум 15 если вообще там состояние будто из салона так противники сзади не очень так они и отстали от нас это был ручник финиш так а до финиша еще и ехать фух первое место замечательно только машину все поцарапали побили и испачкали выглядит будто ржавое ну что друзья на этом мы закончим наш тест надеюсь вам понравилось у нас новый ранг лейтенант 200 очков к нему добавилось и скоро будет уличный босс честно вот пока ввели новые ранги с обновлением я еще ни разу в гонках не катался скажу честно обманывать я не стану нужно будет как-нибудь сделать стрим и естественно прокатиться с подписчиками здесь потому что у меня тут уже наверное человек 15 в друзьях в юплее конечно можете добавляться в гонки вы сейчас видели мой ник поэтому можете найти добавиться и написать сообщение что вы с канала чтобы я знал что это вы потому что тут еще куча иностранцев добавляется которые ни черта не понимают на каком-нибудь из языков по странам СНГ в общем добавляйтесь пишите комментарии подписывайтесь на канал и всем удачи пока-пока